Приветствую всех любителей Цивы! Вы слышите Лёшу Халецкого, это канал Лёша Играет, и вы видите шестую серию из проекта 5 принципов развития. Сегодня это бесконечное расползание. По-английски это называется ICS, Insane Cities Pro, бесконечное расползание городов. И исторически это самая-самая первая стратегия, которая есть во всех пошаговых играх. До четвертой части Цивы, собственно, только бесконечным расползанием можно было победить. Чем больше у тебя городов, тем больше у тебя экономика, тем сильнее нация, тем проще ты всех выносишь. Ну и пошаговые игры развивались, появились штрафы на количество городов, и поэтому победить можно уже несколькими способами, слава богу. Однако бесконечное расползание никуда не делось, его тоже можно использовать. Понятно, что не в любой ситуации. Потому что мне пишут, а как победить? Вот ты там рассказал об этой стратегии, у меня есть это видео выигрыша ICS за Майю в Gods and Kings. Мне пишут, вот ты эту стратегию описал, но как в ней побеждать в сетевой игре? Боже, я уже миллионы раз вам об этом говорил. Не стоит все стратегии применять во всех случаях. Вы должны исходить из многих факторов. От нации, в которую вы начали играть, от места, в котором вы появились, от карты, на которой вы играете, в конце концов. Я не представляю, например, как можно ICS победить на маленькой карте, там, на четырех или на шести человек, потому что у вас просто не будет места для того, чтобы ваша империя раскочегарилась. Более того, ICS предполагает, что вы выносите ближайших соперников. И если это с компьютером работает, потому что он туповат и воевать не умеет, то как только у вас рядом окажется живой соперник, более-менее умеющий воевать, то вся ваша ICS закончится не успев, начавшись. И даже если вы его вынесете, там, ходов через 40, то вы уже потеряете начальный темп, начальную инерцию, и в итоге и вывезете. Вы должны понимать, должны думать о том, где применять разные стратегии. Я вам даю только общее описание, логику действий в стратегиях, логику развития. И от вас зависит, где их применять. Если вы правильно их применяете, то вы побеждаете. Самая большая проблема, пожалуй, у бесконечного расползания городов, это то, что она требует очень много микроменеджмента. У вас будет очень много городов, и вам каждый придется регулировать, управлять им, переставлять жителей, и это, конечно, напрягает. Но в конечном итоге вы получаете настолько мощную экономику, что во второй половине игры сносите любого соперника. Понятно, что бесконечное расползание очень похоже на широкую агрессивную империю, примерно те же принципы. Правда, в данном случае при расползании вам вообще пофиг, где ставить города. Да, тут главное, чтобы они как можно ближе друг к другу были. Даже можно и надо ставить города в местности, которые для любой другой стратегии не подойдет. Там, знаете, где вообще сплошная пустыня, там, сплошная тундра или снег. Вы тупо селите своих жителей в любом месте. Ну, то есть, для примера, вот вы начинаете, когда игру, в любых предыдущих четырех стратегиях, которых я вам описал, вы обязательно выбираете место, где поставить ваш первый город, да, столицу, потом исследуете местность вокруг и ставите города на более таких жирных местах. Здесь не это имеет значение. Здесь вы исследуете территорию для того, чтобы понять, как на этой территории вы можете вместить как можно больше городов, посчитать. Напоминаю, в Пятой Циве города могут размещаться минимум в трех клетках друг от друга. То есть, в двух клетках, через две клетки уже нельзя поставить город, только через три клетки. И вот вы считаете эти три клетки от столиц и потом от следующих городов и ставите в любом месте. Потому что ваши города все равно будут покрывать всю территорию, и вы любые ресурсы все равно достанете. Бесконечное расползание требует также жесткого контролирования популяции в ваших городах, населения. И обычно для начала игры все ваши города не должны вырастать больше трех, больше трех жителей. Потому что это самое сбалансированное количество жителей для содержания дороги, дорог, которые вы будете связывать между собой, и тех зданий, которые могут быть построены. Нужных зданий, естественно. Понятно, что при расползании или при широкой империи не надо строить вообще все здания, только нужные. Ну и для ICS это, естественно, будут на золото и иногда на счастье. Но в данном случае, если у вас три жителя в городе, то вам нужен только колизей. Все остальные здания практически, ну и в хорошем случае еще цирк. И потом, когда вы уже получаете какие-то дополнительные бонусы к счастью, вы можете постепенно увеличивать количество жителей. Опять же напомню, что в Циве город не может приносить больше счастья, чем у него есть жителей. То есть, если, например, у вас город с населением три, и вы там построили колизей, который приносит два счастья, и цирк, который приносит одно счастье, то следующее здание на счастье ничего вам не даст, не даст дополнительного счастья, потому что лимит счастья в данном случае уже исчерпан. В общем, постепенно будете увеличивать население для городов, но не больше шести, опять же, до театров. Но понятно, что не все города, понятно, что столицу желательно расти побольше для высокого производства. Или если у вас есть несколько офигенных городов, которые стоят в хороших таких производственных местах, то их надо растить для производства жителей, для производства чудес. Потому что все остальные города у вас как бы ваша экономика. Это деньги, это наука, которая идет от жителей, а не от зданий, имейте в виду. И вам постоянно придется заниматься микроменеджментом, постоянно во всех ваших, во всем вашем большом количестве городов. Поэтому в данный момент это не самая популярная стратегия, и поэтому, например, пятая цива сейчас популярнее, чем третья. Потому что с первой по третью цивы надо было строить дофига городов, много городов, чтобы победить. В отличие от всех предыдущих стратегий, здесь при захвате соперника, естественно, все города надо сжигать. И на их места, ну не на их места, а вот как раз так, как я сказал, в трех клетках от своего города, чтобы занимать как можно больше места, как можно больше городов поставить, надо селить свои города. Потому что захваченные города дают слишком много несчастья. А делать их марионетками в бесконечном расползании невыгодно. Вы должны сами контролировать, что в них строится, что в этих городах строится, и что там делается. А видео это подготовлено при поддержке 2GIS. Недавно вышла бета-четвертой версии программы. Новый дизайн, новый поиск, новая логика, функции и возможности. Все, что представлено было в онлайн-версии, переезжает в 2GIS для компьютеров. Под винтуз, убунту и ура-ура, возрадуйтесь обладателей макбуков под macOS 10. Наконец-то. Разработчики просят сообщать им, если вы увидите, услышите или унюхаете какие-то проблемы в бета-версии. Лучшие цивилизации для ICS, это которые, у которых есть какой-то бонус на счастье, какие-то здания на счастье, которые могут быстро принести религию. Опять же, мое видео про бесконечное расползание городов я делал за майя. Там майя очень классны тем, что, во-первых, у них уникальное здание дает и религию, и науку. А с наукой здесь на начальном этапе будет плоховато, поэтому это здание, это очень классно. Кроме того, их уникальная способность позволяет брать великих людей, что тоже очень неплохо подходит. Какие еще? Кельты, потому что у них уникальное здание дает счастье. Ну а религия, если вы будете рядом с лесом ставить города, и тем более, что у вас много городов будет, то, я думаю, кельты быстро будут получать религию, тем более, что они появляются в лесах всегда. Инки не требуют содержания дорог, если вы строите их на холмах, а инки-то появляются в холмах. Поэтому, опять же, в данном случае вам придется меньше тратить золото. А Сирия позволит получать технологии в первой половине игры при захвате соперников, а ICS по-любому вас заставит захватывать соперников, потому что место кончится когда-нибудь. Вы будете отставать сначала по науке, но захват соперников позволит их быстро это отставание наверстать. За Индонезию ICS очень неплохо будет работать на островных картах, я думаю, это понятно. То же самое касается Карфагена за счет уникальной способности бесплатной гавани, и все города будут у вас связаны торговыми путями сразу, что тоже даст дополнительное золото, а дороги строить не надо будет. Ну, кого еще можно? Давайте, каких я там наций не перечислял в прошлом. Давайте еще турков возьмем внезапно. Здесь вроде никаких таких вот бонусов нету, зато, опять же, на островных картах у них намного меньше будет содержания на морские юниты, а проблема с золотом это, наверное, самая большая проблема для бесконечного расползания, особенно в Brave New World. Здесь с золотом еще хуже. Все. Ну, социальные политики, в принципе, те же самые, что и для широкой агрессивной империи. Так как нам надо много маленьких городов ставить, то воля тот самый выбор. Если вы как-то закрываете быстро волю, то можно взять честь. Можно коммерцию взять, чтобы как-то разобраться с деньгами, тем более там есть социальные политики на караваны, которые дают дополнительный доход от караванов. Тоже можно использовать. Но в отличие от любой широкой империи, вы иногда там будете останавливаться, знаете, какие-нибудь здания, чтобы построить. Там стены, например, да, или какие-нибудь здания на счастье. Вы должны понимать логику расселения максимального количества городов в Пятой Циве. Вы их расселяете не для того, чтобы строить в них какие-то здания, а для того, чтобы эти города приносили вам какие-то ресурсы. То есть веру, например, да, для наций, которые очень религиозны, золото, науку. Именно как города приносили. Не от зданий внутри городов, понимаете, а вот как именно города. То есть там три жителя сидят, например, на одних ресурсах, которые приносят золото. И эти три жителя, это, считайте, три колбы. Вот вы можете открыть любую традиционную игру и посмотреть, что в начале, там, примерно хода до 70-го, 35-40 колбы – обычное дело. Ну а у ICS, у того, кто будет играть через расселение, 35-40 колб – это будет, ну, 10 городов, может, даже меньше, 8 городов. К 70-му ходу у него должно быть даже больше городов, чем 8. Естественно, становится дороже технологии открывать. Но постепенно, за счет количества городов, этот штраф будет нивелироваться. Поэтому, да, кстати, и еще тут же у вас проблема с культурой будет, потому что много городов. Не факт, что обязательно во всех них надо будет строить монумент. И здесь надо будет смотреть, какие политики выбирать. Тоже очень важно. То есть вы вряд ли закроете полностью всю ветку, кроме традиции, извините, кроме воли, пожалуй. Дальше надо будет серьезно выбирать, что брать. Например, в Чести реально полезная политика для бесконечного расползания – это дисциплина и воинские традиции. Первое на 15% увеличивает боевую мощь. У вас будет много юнитов, вы должны быть такой волной захватывать все вокруг. А второе дает на 50% больше опыта. Но, к сожалению, обе эти политики, точнее, воинские традиции, вам придется пройти через генерала, например. То есть, знаете, надо думать, брать, не брать. Зато набожность для бесконечного расползания сейчас очень хороша. Почему нет? Ну, это, конечно, все равно совместно с волей. Например, можно после бесплатного поселенца начать открывать и набожность. Теперь там классное есть плюс 25% от храмов золото дается. Да и реформация очень неплохие бонусы даст бесконечному расползанию. Рационализм в данном случае уже не очень, совсем не очень. Потому что у вас нету таких процентных бонусов, как в традиционном развитии. Зато вот в навигации, да, в exploration есть неплохие бонусы на деньги. Так что надо смотреть, решать по ситуации. Опять же, еще раз повторю, что это очень сложная стратегия для микроменеджмента. И очень неплохо, пожалуй, зайдет порядок. Ну или автократия, опять же, в зависимости от того, что вы там делаете. Автократия для снижения содержания войск, почему нет? По поводу религии, ну тут все надо брать на счастье. Если вы получаете религию, то счастье, пантеоны на счастье, религия на счастье очень сильно вам поможет. Вам не придется тогда строить какие-то здания на счастье. При этом, если вам удалось основать религию, то за счет того, что будет у вас много маленьких городов, она у вас очень быстро распространится, а потом и захватит весь мир. То есть вам не понадобятся миссионеры или пророки, чтобы ее распространять. Она как пожар, потому что много маленьких городов давят очень сильно, чем мало больших. Намного сильнее. Ну, наверное, в пантеоне имеет смысл взять что-нибудь, что даст религию, действительно больше будет. Или если вы уверены, там, типа, вы играете за Эфиопию, Майя или Кельтов, и вы уверены, что вы религию возьмете в любом случае, или там рядом чудо у вас какое-то природное, то тогда можно пантеон взять на счастье. Например, там, счастье от городов на реках, которые стоят. А вот дальше укрепление, основание и верование последователей смотрите тоже на счастье. Ну, конечно, лучше всего пойдут это здания, которые покупаются за веру. Пагода — это must have. Но если вы вдруг не успели, то смотрите по ситуации. То есть, по-моему, неплохо будет два счастья в городах с пятью жителями, если там построен храм. Потому что к тому времени, по идее, у вас города должны до шести вырастать, и храмы будут два счастья давать. Это очень неплохо. Но лучше всего здания за веру. То есть, пагоды и мечети, например, это будет то, что надо. Кроме того, вы же воюете постоянно. И вполне может быть, что священное воинство будет неплохим выбором. То есть, у вас будет очень много веры, и вы за веру сможете покупать войска. Ну и последнее — чудеса. Вообще, в принципе, играя через бесконечное расползание, вам будет не до чудес. То есть, вы вряд ли построите. Ну, можно, например, там, за майя великим инженером какое-то одно чудо построить. Там одно-два. Но я рекомендую про чудеса, в принципе, забыть и на них особо не рассчитывать. И, в принципе, скорее всего, лучшие чудеса для бесконечного расползания — это Мачу-Пикчу и Биг Бен. Первое вам даст очень большой прирост золота от ваших торговых путей. В смысле, вот, от дорог, которыми вы связали города. Ну, а второе позволит всё намного дешевле покупать. Плюс это очки великого торговца. Всё тоже поможет. Всё, на этом всё. Серия о пяти стратегиях развития в Циве закончилась. По-моему, получился очень неплохой гайд. Я смог вам показать логику развития в пошаговых стратегиях на примере Цивы. Эта логика работает во всех, во всех пошаговых стратегиях. Просто в каждой игре свои особенности. Ну, например, в Endless Legend каждый лишний город добавляет необходимость активации большего количества ресурсов роскоши и больших очков в плане Империи, что может ухудшить развитие вашей нации. Так что эти все стратегии работают в разных пошаговых играх. Используйте их с умом, смотрите, какая из них принесёт вам больше пользы. Дальше я планирую делать видео-рейтинг наций в пятой Циве. О каждой нации расскажу слабые и сильные стороны и выставлю свою оценку по пятибальной шкале. На этом всё. Вы слышали Лёшу Халецкого. Канал Лёша играет. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Продолжение следует...